Здравствуйте все, спасибо, что пришли. Действительно, название доклада должно... Оно было составлено в рифму известного труда Энгельса, который подводил итог их творческой деятельности и отмечал место Фейербаха в творчестве проектирования марксизма. Знаете, мой интерес к этой фигуре, скажу два слова, не без личных, да, интерес был вызван тем, что мне показалось, что, собственно, после этой работы Энгельса Фейербаха никто не перечитывал. То есть это высказывание не подверждено серьезным каким-то трудом, возможно, были какие-то перепрочитывания, но они все имели марксистский характер, и все имели целью уточнения каких-то позиций марксизма. То есть Фейербах действительно, как написал в предисловии в работе Гудуфьербах и конец классической немецкой философии Энгельс, да, Фейербах действительно выступает до сих пор как некое посредствующее звено между Гегелем и между нами, как в душе Тангельс. Мне показалось интересным перечитать главный текст Фейербаха «Сущность христианства», и в процессе перечитывания обнаружилось масса всего интересного, и я сегодня хочу этим с вами поделиться. Ну, вкратце, да, для тех, кто, возможно, с Фейербахом не знаком или знаком по каким-то общим обзорным курсам, потому что он как-то присутствует, естественно, в университетских курсах, но обычно, да, что выносят из таких обзорных курсов – это одна мысль, простота которой должна была бы уже вызвать подозрения у последующих исследователей. И главный тезис Фейербаха, собственно, подчеркнутый для него Марксом, обычно сводит к следующему. Фейербах свел теологию метрофологии, то есть, говори его словами, «божественная сущность, ничто иное, как человеческая сущность». Произвел такой интересный жест переворачивания, который в разных языковых традициях получил разные названия. Вот эту операцию «сведение», да, «редуциран», немецкое слово, или же Фейербах уточняет «опредмечивание», «объективации». В англоязычной традиции прижился термин «projection», да, «проекция». Обычно вот этой операции при таких обзорных курсах по Фейербаху дело и ограничивается. Однако же, вот, в любом тексте аналитическом, посвященном Фейербаху, сразу указывается на то, что при погружении в текст, как бы, его простота, этого первичного тезиса, сразу оказывается мнимой. Но прежде чем углубиться, собственно, в перечтение, да, в, собственно, Фейербаховский анализ, я бы хотел обрисовать то, как Фейербах существует в рецепции до сих пор, в основном марксистской рецепции. То есть, мой доклад будет состоять из трех частей. Первая – это критика рецепции Фейербаха у Маркса, в марксизме в целом. Вторая часть – это мое изложение Фейербаховского изобретения, которое я называю концептом переводимости. И третья часть доклада – это критика самого Фейербаха, уже после критики марксизма, критика самого Фейербаха, а также критика тех исследовательских полей, через которые я перечиплю Фейербаха, то есть социология и переводы, и даже сетевой теории, и медиатеории. Ну вот, видимо, оказался прав, да, Александр отметил, что медиатеория начинается обычно с XX века, и вот эта связь между медиатеоритическими интуициями и фейербаховским изобретением мне показалась, конечно, наиболее интересной. В названии доклада стоит, значит, конец классической медиатеории, и в заключении, собственно, я, используя критику Фейербаховской инициации, критику критики и так далее, предложу некий другой проект, который может прийти на смену классической медиатеории. Итак. Я буду время от времени цитировать, потому что какие-то вещи слишком классические, отлитые в бронзе, и не нуждаются в закавычивании. Вот как Энгельс резюмирует влияние фейербаховской философии на Никс Марцин. Одним ударом сущность крестьянства рассеяла гегелинское противоречие, снова и без обедников провозгласив торжество материального. Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Я делаю купюры. Вне природы и человека нет ничего, и выше существа созданы наши религиозные фантазии. Это лишь фантастические отражения нашей собственной сущности. Водушевление было всеобщим, все мы сразу стали фейербахианцами. Я не буду подробно пересказывать детали ситуации среди младо-гегелианцев левого и правого лагерей. Однако же в левой части этого гегелинского наследия действительно фейербах сыграл ключевую роль для марксизма. Но интересно, что ни Маркс, ни Энгельс не полагали фейербаха конечным результатом, упрекая его в том, что он материалист внизу и идеалист сверху. Но, однако, что для нас сейчас более интересно, что, как утверждает сам Энгельс, после 1948 года, которая также бесцеремонно отбитывала в сторону всякую философию, как Фейербах своего Гегеля, вместе с тем был ответственен на задний план и сам Фейербах. То есть после 1948 года Маркс уже не возвращается к Фейербаху. Он использует первичную встречу с фейербаховской философией и, собственно, уже не перечитывает ни сам себя, ни тех, кто критикует марксизм именно как некую новую форму фейербахианства. Ну, давайте теперь перейду к рецепции именно Марксовой. Значит, и процитирую знаменитую фразу из тезисов о Фейербахе, от которой уже буду отталкиваться. Точнее, здесь четыре фразы. Фейербах пишет, Маркс в тезисах о Фейербахе исходит из факта религиозного самоотчуждения, из удвоения мира на религиозный, воображаемый мир и действительный мир. И он занят тем, что сводит религиозный мир к его земной основе. Он не замечает, что после выполнения этой работы главное-то остается еще не сделанным. А именно то обстоятельство, что земная основа отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака, как некое самостоятельное царство. Может быть, объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой земной основы. Таким образом, Маркс творчески аппроприирует фейербаховскую идею проекции и объективации самоотчуждения человека, вынесения сущности человеческого рода, родовой сущности за пределы человека. Но, однако же, что Маркс делает, что не позволило, на мой взгляд, достаточно адекватно рецепировать фейербаха? Маркс совершает некое перескакивание, перепрыгивание через то, что мне кажется основным изобретением фейербаха. И это перепрыгивание было довольно плодотворным, потому что, собственно, породило современную социологию, точнее, один из его изводов. То есть, я хочу сказать, что Маркс социологизирует фейербаха, погружает родовую сущность, или торопится погрузить родовую сущность, термин фейербаха, в общество, историю, экономику. Что же главное остается не сделанным по Марксу? Вот именно то самое погружение, в результате которого Марксу не удается анализировать структуру капитализма, идеологически спроектированной из теологии. И не случайно в статье Сергея Булгакова звучит версия, что Маркс так навсегда и остался фейербахианцем, только представляя собой некую социологическую модификацию философии фейербаха. Ну, почему Маркс так торопится? То есть, конечно же, можно ловить его на какой-то невнимательности, а мне кажется, что тут действительно есть род невнимательности, возможно, такой продуктивный, я имею в виду в чтении Марксом фейербаха. Однако же это можно объяснить политическими ставками, которые имело чтение фейербаха в той эпохе. Как Бессал Энгельс, практическое значение имели в тогдашней теоретической жизни Германии прежде всего две вещи – религия и политика. Но путь политики был тогда весьма тернистым, поэтому главная борьба направлялась против религии. То есть, в конечном итоге, проект Маркса – это не только проект внимательного чтения фейербаха, сколько проект выковывания политического орудия. Хотя это орудие и было направлено против религии. Я бы сказал, что в терминах, хотя сам создатель этого термина, наверное, удивился бы, но в терминах де-лёза это, наверное, называется ретерриторизация. В конечном итоге то, что я сейчас обозначу как переводимость, была марксом ретерриторизована в экономике, в обществе и в материалистической истории. Что же это за изобретение, о котором я уже несколько раз оговаривался, и которое значится в анонсии этого доклада? Значит, если мы соглашаемся с Марксом и расцениваем мысль фейербаха как остановившуюся на полпути между божественным и социумом, и якобы вместе с Марксом нужно вместе ещё больше пробраться в социальные структуры, экономические, то мы на самом-то деле просмотрим, не заметим того, что удивляло в самом фейербахе и Маркса, и прочих его читателей. И, как я сказал, уже это изобретение, это причина удивления, это возможность перевода теологического в антропологическое. Ну, этот термин-перевод вам, возможно, знаком, возможно, незнаком. Поясню. Возник он, точнее, был популяризован он социологами, социологами техники, науки и техники. Впервые он встречается в статье Мишеля Колона, и, наверное, такая слава его термина начинается со статьи Колона и Илла Туда в 80-е, если не ошибаюсь, года под названием «Развенчивание Левиафана». Сам термин, как указывает Мишель Колон, они подчеркнули у Мишеля Сера, ну, такой, довольно значительной фигуры французской философии, которой, к сожалению, не удостоился перевода на русский язык. В работах 70-го года «Гермес-3», по-моему, вроде бы всем этот термин «перевод» звучит, и обозначает некий процесс транспозиции, переноса, перевода, но шире, чем в инвистическом смысле, который Сера использует для пояснения, комментирования отношений между разными вещами, да, они тогда еще не называются актерами. Но, собственно, наверное, мы должны быть обязаны Колону и Латуру для его популяризации в статье «Развенчивание Левиафана». Первый пример перевода, который они приводят, это изобретение, сделанное Гоббсом, в труде важном и одинаково и для социологов, и для политических исследователей. Статья эта начинается с утверждения о том, что то, что мы понимаем как общественный договор у Гоббса, было ничем иным, как особым случай перевода. То есть, когда Суверен говорит, что я собираю весь мультитюд и представляю вашу волю, это и есть та самая операция перевода, да, множество акторов в одного актора. При этом, что важно, и что отмечает Колону Латур, для социологии после введения этого термина «перевод» становится уже неважным величина актора, да, макро или микро. Человек – это вещь, идея, животное. Собственно, с введения термина «перевод» и начинает судьба так называемой акторной сетевой теории, социологии, которая отменила превосходство социальной реальности суи генерис, да, бергейминской традиции, и рассеяла, распылила, расслоила социальное в огромном количестве акторов, которые могут быть и не социальными по происхождению. Ну, про это скажу чуть подробнее, ниже. Интересно, что акторная сетевая теория, помимо всего прочего, указала на проблемы в материализме. Да, если мы воспринимаем еще Фейербаха как автора материалистического, ну, это так сам себя аттестовал, да, то становится понятно, что, используя Фейербаха как некую концептуальную основу для своего проекта, Маркс на самом-то деле заложил некую часовую бомбу в собственное учение, потому что философия Фейербаха не дает того самого материалистического полкования, которого хотелось бы Марксу. И, возможно, именно Латур, который, ну, насколько мне удалось выяснить, Фейербаха не перечитывал, в этом дополнительный некий интерес, да, вот эта традиция перечитывания не возобновилась даже на тех, кто, как бы, ну, за каким-то задним числом ему обязан. В статье «Can we get our materialism back, please?» Вот это «please» мне очень нравится в конце, Латур как раз-таки указывает на то, что, точнее, это уже подведение итогов в статьях нулевых годов, что мы уже не можем разглядеть материальное как таковое, да, оно оказалось конструированным, собранным, рассыпанным, и важность имеет в первую очередь то, как, собственно, это материальное конструируется, ну, что также послужило одним из поводов для провозглашения смерти социальной, да, когда социальная, мы перестали понимать, где оно находится, да, если грани между вещами, между материальным и социальным уже стерканом. Мне кажется, что социология перевода, хотя она и напрямую не обращалась к Фейербаху, однако же могла существиться только в свете, только как бы при условии вот этого сделанного Фейербахом изобретения. Давайте я теперь углублюсь в анализ самого Фейербаховского текста, чтобы показать, как эта операция перевода Фейербаха работает. Ну, во-первых, тут надо сразу развенчать кое-какие мифы, связанные, опять же, с такой, как бы, в университетской рецепции Фейербаха. Об этом автор говорит в самом начале, в введении к сущности христианства. Первое, что он утверждает, что он не отрицает религии, не отрицает христианство. Если бы, говорит он, в моей книге заключала в себе только вторую часть, здесь, собственно, идет критика противоречия внутри теологии, как раз-таки в первой части содержится вот это вот самое изобретение переводимости, то можно было бы упрекнуть, меня пишет Фейербах, в исключительно отрицательной тенденции и положении религии есть ничто, нелепость принять за существенное содержание ее. Но я никак не говорю Бог есть ничто, Троица ничто, Слово Божие ничто и так далее. Поступить так было бы весьма легко. Это забавное замечание. Что также Фейербах не делает? Он не только не отрицает, да, как выступали, ну, допустим, философы эпохи Просвещения, да, там, Таламбера, Гидро, он также и не оспаривает самой структуры теологического знания. Так же процитирую. Я же, напротив, не рассматриваю вопросом, чем был действительно естественный кристос в отличие от вымышленного или супранатуралистического креста. Я принимаю данного религиозного креста, но показываю, что это сверхъестественное существо, есть лишь продукт и объект сверхъестественного человеческого чувства. Я не спрашиваю, возможно ли то или другое чудо или чудо вообще. Я только показываю, что такое чудо, и при том не априори, а, например, чудес, изображенных в Библии как действительные события. И тем самым я как раз отвечаю на вопрос о возможности или действительности, или даже необходимости чуда таким образом, таким образом, извините, что уничтожаю самовозможность всех этих вопросов. Таково различие между мной и антихристианскими историками. То есть это не отрицание, да, это и не оспаривание некой структуры теологии. Что же тогда делает Хербах? Ну, его слова. Цитирую. Исправляя заблуждение религии, теологии и умозрения, я должен был употреблять их как выражение и даже предаваться спекуляции, или что одно и то же теологии. Тогда как я, пишет автор, собственно, отрицаю умозрение и свожу теологию к антропологии. Вот этот глагол, редуцируя, свожу, он тут очень важен, потому что, на самом деле, он еще спорил, да, вот, свести, была ли это действительно операция сведения, то есть уменьшилась ли та область, да, область, меньше ли область антропологического, чем область теологического. И, понимая вот некую такую тонкую, чисто теоретическую, аналитическую тонкую, Фербах делает замечание, которое, конечно же, надо было еще вычитать. Я, позвольте, тоже зачитаю. Значит, сам Фербах, в силу вот такого, ну, нетопорного подхода к теме, да, если сравнивать, допустим, с Бауэром или с другими современниками, которые действительно прочитывали Библию как, ну, сборник мифов, Фербах говорит, что сама его философия, которая образуется из вот такого рода, да, сведения, перепрочтения, она также является новой, некой новой религией, да, собственно, это позволяло многим, в том числе марксистам, отрицать Фербах на этом основании. Однако же, как бы, Фербах и это здесь не интересует. Это его новая философия, которая образуется при критике, после критики христианства, она является религией не в силу того, что у автора и у Фербаха есть некие дополнительные интенции, например, созданию некой новой религии. Вот такие идеи, допустим, в эти же годы там существовали у Агюста Конта, да, религии человечества. А этот статус сохраняется просто потому, что не меняется структура. Я зачитаю. Будучи порождена самой сущностью религии, она, то есть это новая философия, фербаховская философия, носит истинную сущность в себе и сама по себе, как философия является религией. Но, внимание, именно эта чисто формальная особенность делает недоступным для широкой публики мой генетический труд. То есть Фербах сам говорит, что его сама операция была некой формальной операцией, я думаю, что сейчас нужно разобраться с тем, что же такое этот самый перевод. Да, я дал некую историческую справку, да, но вот поскольку я не уверен, что мое понимание переводов точно соответствует Коломбовскому и Латоровскому, и у них друг с другом есть уже некие разногласия по поводу трактовки понятия переводимости, поэтому постараюсь взять некое определение. Но сперва озвучу определение данной Колоном в статье 80-го года, цитирую, перевод включает в себя создание конвергенции и гомологии через связывание релейтинг вещей, которые были до того различными. То есть речь действительно идет о некой операции переноса, перевода, речь идет о возникновении конвергенции или гомологии, да, ну, чтобы не запутаться сейчас в этих терминах, потому что для кого-то гомология сразу там отсылает, если не к Шпенгеру, то куда-то еще. Поэтому условимся считать перевод, ну, напомню, что самый термин перевод возник у Мишеля Сера, и в англоязычных переводах этого термина иногда можно встретить термин мэппинг. Мэпп от слова мэпп, карта, что можно перевести как картирование, да, или некое картирующее отображение. Ну вот, мне кажется, перевод и нужно понимать в таком как бы картографическом смысле. Это некое интеркартирование, перенос значений из одной области в другую при сохранении самой структуры этих областей. Ну, пожалуй, наиболее такой известный пример перевода у Фейербаха это даже не то, что я озвучил в самом начале, а комически известная фраза «человек есть то, что он ест», да. Обычно эту фразу воспринимают, ну, как такая, как такие сдержки материализма, да, но, собственно, если посмотреть на контекст этой фразы, то там также как бы Фейербаха у нас что-то перевод антропологического в физиологическое, да, мы также можем, да, истолковывать человеческое, как в контексте потребления каких-то ресурсов. Давайте я переведу пример того, как Фейербах делает перевод в самом тексте. Такие пример рассеянные по всей книге, да, она столько из них состоит. Мне кажется, что вот эта некая тавтологичность, которая ощущается при чтении книги, она обязана своим появлением именно тем, что Фейербаху кажется, что его неправильно понимают, да, он постоянно на разные лады пересказывает одно и то же, там, что человек, и сущность и так далее, что кажется, опять же, со стороны очень слишком дорастает. Ну, вот там одна просто случайная фраза, да, как пример этого перевода, цитирую. «Духовной сущностью является исключительно мышление, познание, рассудок, а всякая другая духовная сущность есть призрак, порожденный фантазией». Что мы здесь имеем? Ну, на самом деле, мне кажется, что Фейербах нам хочет здесь сказать, мы будем переводить мышление, познание, рассудок, как в духовной сущности, а Бога Отца, Сына и Духа будем переводить как призраки. И здесь, собственно, ничего больше не совершается, кроме вот этой перестановки, да, кроме набрасывания вот этой сети нового перевода, который связывает эти значения. Ничего не перемещается, да, все остается на своих местах, да, структура остается прежней. Ну, как Фейербах движется по самому тексту. В первой главе, где, собственно, перевод развёрся как метод, вторая глава, повторюсь, это скорее анализ противоречий внутри теологии и её же средствами, в первой главе Фейербах последовательно рассматривает разные теологические концепции, концепты теологической доктрины. Ну, забегая вперёд скажу, он имеет в виду только западную теологию. И к чему он приходит? К тому, что то, что мы знаем как Бог-Отец, есть не что иное, как проекция или объективация человеческого разума, присущего всему человеческому роду. На этом основании мы должны избавиться от мистифицированного Бога Отца и говорить только о человеческом роде. Что такое Бог-Сын? Второй перевод. Это не что иное, как проекция или объективация чувства и фантазии. Иисус является соединением чувства и фантазии, неким сердцем религии. И в традиции латинского богословия, да, Бог, Дух Святой оказывает сообщение между Отцом и Сыном или любовью между ними, но, как я скажу чуть-чуть позже, Дух к большому счёту Фейербахом редуцируется. Ну, опять же, в традициях западной теологии. И, собственно, кроме вот этой работы, да, мы ничего больше в первой главе не находим. Да, Фейербах отдельно касается каких-то христианских ритуалов, которые он также, что мы переводим, но чуть-чуть подробнее про это скажу далее. Но главное, что им остаётся покрыто вот это основное сердце, да, христианской религии, троица переинтерпретирована, переведена на другой язык, что, по мысли Фейербаха, да, и позволит нам разочуждить человеческую сущность. Этот жест перевода, сделанный Фейербахом, как я сказал ранее, удивил его современников даже не тем, что он позволил перепрыгнуть, да, из этой родовой человеческой сущности, состоящей из разума, из чувства и вынесенной за пределы вот эти религиозные фигуры, а скорее тем, что он показал саму возможность переводимости. Вот этот момент нам нельзя не заметить, в смысле не подчеркнуть, поскольку до Фейербаха попытки перевода делались, но они не были довершены, доведены до конца. Ну, примерами таких попыток может быть богословско-политический трактат Спинозы, где как бы Спиноза начинает развертывать маховик перевода, в частности, перевода теологического, антропологического, в частности, говоря о том, что, допустим, все, что делали пророки, да, потому что пророки – это такие главные герои, да, Ветхого Завета, это воображание, говорит нам Спиноза. Все это лишь продукт пророчества, все лишь продукт воображения. Но при этом только пророки воображали, а там у Иисуса ситуация сложнее, да, Спиноза не переходит эту грань. Прера тоже делает Томас Бобс, ну, там еще кого-то можно назвать, но интересно, что все это будут фигуры или мыслители XVII века. XVIII век не предпринимает практически никаких попыток перевода, это, как правило, отказ от всей сферы религиозного, да, и попытка замены религиозного естественно-научного содержания. Ну, то же самое, в принципе, можно сказать и о предфейербаховских философиях, то есть Гегель также не делает перевода, да, Гегель втягивается в некую теологическую игру, а часть он сам себе закрывает доступ к переводу, когда говорит в своей ранней работе по христианству, что мы чудеса не будем рассматривать, это будут все там какие-то выдумки, да, и в этом смысле он полностью повторяет там сегодняшний, допустим, протестантский ход относительно толкования чудес. В то время как фейербах как бы остается, ну, не то что на двух стульях, да, он поступает, мне кажется, более нетривиально относительно толкования пророчеств или чудес. То есть фейербах выступает здесь не только тем, кто осуществил первый полный перевод теологического, политеологического в поле антропологического. Он, помимо этого, открыл доступ для всех прочих переводов. Это была целая лавина переводов, потому что после прочтения фейербаховской книги, да, возникает там столько марксизм, да, возникает там веберовская социология, ну, допустим, там, Дюргеем идет несколько своей дороги, хотя его рецепция религии также обязана своим появлением отчасти чтения фейербаха. Теология была в течение, точнее, онтотеология была в течение всего существования, всего периода существования христианства неким как бы блоком для перевода. И дело даже здесь не только в какой-то там тоталитарной структуре теологии, да, подчиняющей все единому центру, сколько как бы в силу особенностей теологического знания, которое, ну, в переводе не нуждалось. Хотя отчасти, да, на этой имелись какие-то еще политические, внутрирелигиозные основания, но так или иначе Бог не был переводим, да, мы не можем перевести Бога. Или же этот перевод был бы сочтен ересью. Все, что можно сделать с Богом, это его интерпретировать. Как только Бога мы перевели, вот, полностью, да, показав возможность любого перевода теологического, перевода любого теологического знания в антропологическое, ну, со стороны это выглядело, да, как важный этап в процессе секуляризации, ну, на самом-то деле были более важные вещи, а именно возникновение, пролиферация различных переводов, которыми имели место в начале XX века уже. Ну, я имею в виду здесь, разумеется, первым переводом, наверное, таким можно считать, именно Марксов перевод, перевод теологического уже в социальное, экономическое, и тут вот концепция, там, базиса и суперструктуры. Но также, собственно, за этим периодом последователи и все остальные. Веберская критика Маркса, то есть перевод экономического в религиозное, религиозного в экономическое, перевод политического в теологическое у Шмидта, перевод психического в религиозное и так далее, и так далее. То есть, вот, все многообразие социальных наук мы можем, конечно же, ну, Фейербахт не главная фигура, но я думаю, что действительно мы можем говорить о нем, как об авторе, который, заслуги которого, ну, до конца пока что не прояснены в этом процессе образования социальных наук в конце 19-го, начале XX века. В сущности, наверное, только у Вебера мы начинаем замечать, или с Вебера начинаем замечать, как бы, всю относительность этой процедуры перевода. Потому что, ну, поскольку это был некий, можно сказать, такой этап синтеза, да, Фейербахт тезис, Маркс антитезис и Веберсинтез, синтез, в котором обнаружилось, что религиозное мы также можем обнаружить как предпосылки экономического. И когда, собственно, Вебер делает в своих работах по выявлению структур хозяйствования в разных религиях, в разных культурах, уже становится понятно, что эта операция перевода может быть применена к чему угодно. Да, мы можем делать основы перевода, экономическая, социальная, культурная, абсолютно неважно. Интересно, что между Вебером и социологией перевода тоже был такой гэп, такой разрыв, что также имеет свое объяснение, ну, в которое сейчас погружаться не будет. И венцом вот этого изобретения переводимости, да, или открытия переводов, ну, на мой взгляд, по крайней мере, в социальных науках является концепция латуревских гибридов. Ну, наверное, знаете, да, это вот странная для всей прежней социологии неразличение человеческих и нечеловеческих акторов. Но более того, в поздних статьях латура, таких как «Will the non-humans be saved?» эссе по эпитеологии, это текст 2004-2006 года, где латур, собственно, примешивают к техническому и человеческому измерению теологическое, да, вопрос, а можно ли спасти не только человеческое, да, но и технические объекты. Таким образом, в принципе, вот эта вот структура, которая, я буду говорить, чуть ниже троичная структура современного знания, теологическая, антропологическая, технологическая, в принципе, уже намечена была в текстах именно латура, да, потому что, мне кажется, другие социологи и коллеги латура не совсем определяют такой радикализм, да, в сплеивании различного рода автора. Ну, и, наконец, я должен сказать, в чем же заключается связь с медиателем, которая, да, возможно, для многих такой является центральной интригой. Извините, я, по-моему, уже перехожу к отведенной мне границе. Я полагаю, что помимо изобретения концепта переводимости, мы также можем приписать Фейербаху изобретение первой концепции медиума. Ну, если идти от концепции перевода, то, и от социологии перевода, то понятно, что для того, чтобы что-то перевести во что-то, нам нужен некий медиум, нам нужен некий посредник. Да, в социологии перевода там есть разделение этих посредников на медиатор и андермедиатор есть. Медиаторы — это как бы существенные переводчики, которые искажают некие отношения, а андермедиатор, то есть некие посредники, да, можно их так перевести, это некие несущественные, которые мы сбрасываем со счетов. Они в социологии перевода присутствуют. Однако же давайте взглянем в сам текст Фейербаха еще раз, в одни из ключевых мест текста «Сущность христианства». Вот что пишет Фейербах. Цитирую. «Личность Бога, и в данном случае он говорит все то же самое, да, он на разные лады пересказывает одну и ту же идею. Но здесь нам важно определенное слово в этой цитате. «Личность Бога есть средство, — пишет Фейербах, — позволяющее человеку превращать определение представления своего собственного существа в определение представления другого существа, существа вне его. Бог есть не что иное, как отделенная объективированная личность человека. Личность Бога есть средство, — говорит Фейербах. В данном случае взглянуло слово «mittel», то самое слово, которое используется в слове «kommunikation mittel», средство коммуникации в переводе, это немецкий перевод термина «medium». То есть Фейербах явно оказывает на некое средство, которое делает возможным этот перевод, да, и это сам Бог. Другое дело, что Бог служит средством, которое отчуждает, да, которое заколдовывает мир. Однако же, обратим внимание на то, что в поздней медиатеории, да, ну, там, всем знаем Маклюина как автора «Medium is the message», да, но в книге, опубликованной посмертно уже, «Законы медиа», которая обобщает всю маклюиновскую медиатеорию, которую я считаю и определяю как классическую медиатеорию, в тексте «Законы медиа» медиуму дается следующее определение. «Медиум» — есть всего лишь слово, говорит Маклюин, это всего лишь метафора, которую я цитирую, давайте это презентирую полностью. «Все человеческие артефакты суть в действительности метафоры, которые переводят опыт из одной формы в другую». Это первое фундаментальное открытие, которое делает медиатеория Маклюинская на этом этапе. И второе открытие, которое, как подчеркивает Маклюин, для нас важно, это открытие того, что нет никакой разницы между этими артефактами. Они могут быть как hardware, так и software, они могут быть как идеями, так и вещами, как философиями, так и, не знаю, столами, чем угодно. В этом, кстати, интересное совпадение между поздней классической медиатеорией и социологией перевода. Я искал какие-то упоминания Маклюина, но вроде бы он читал, но ему это не очень интересно. Хотя налицо одна и та же структура. Структура сети, структура акторов безразлична к тому, чем, собственно, являются эти самые акторы. Ну, наверное, не нужно для многих тут открывать тайну. Да, Маклюин был благочестивым католиком, посещал там совершенно систематические мессы. Кто-то сказал, что считать фаталицизм Маклюина отдельным от его медиа-теории то же самое, что считать марксизм чем-то отдельным от самого Маркса. И, собственно, только благодаря уже позднейшим изданиям маклюиновских текстов, в частности сборник Medium and the Light, посвященному как раз таки отношению между медией и религией, мы можем обнаружить вот эту явную смычку между медиа-теорией и маклюинской философией религии. Ну, во-первых, уже какие-то подозрения могли возникнуть у тех, кто читал Understanding Media, где Маклюин очень настойчиво подчеркивает значение света как того медиума, который не имеет содержания. По Маклюину все медиа... Содержанием медиа являются другие медиа, только свет не имеет свое содержание. Однако же очень, скорее, важна здесь фраза, взятая вот из этих эссе опубликованных в сборнике Medium и свет. Фраза следующая. Ну, как обычно, проброшенная Маклюина, не совсем развернутая, однако понятно, что она скрепляет в целом всю медиа-теорию, проливает на нее совершенно новый свет. Фраза такая. Можно я, с вашего позволения, зачитаю на английском языке, всем переведу. В Иисусе Христе нет расстояния или разделения между медиумом и сообщением. Это тот единственный случай, когда мы можем сказать, что медиум и сообщение есть одно и то же, говорит Маклюина. То есть, ну, это отдельная история, возможно, реконструкция медиа-теории в свете католицизма, она частью этой реконструкции уже проделана. Однако, что нам здесь важно, что в то время как открытие возможности переводимости и области перевода вообще делается Марксом именно в свете перевода самой теологии, также само открытие медиума Маклюина и самой сферы медиатичности делается в результате определенного перевода христианства на язык артефактов. Маклюин, как сейчас становится понятно, постоянно держит, постоянно имеет в виду, что есть тот медиум, в котором сообщение и медиум составляют единое целое, и, собственно, это тот самый медиум, который позволяет развернуть весь анализ медиасферы. Но тут, конечно, нужно сказать, что сама возможность изобретения перевода и сама возможность изобретения медиума, который переводит, как говорит Маклюин, опыт из одной формы в другую, сама эта возможность уже была заключена в христианстве. Ключом к медиалогическому перепрочтению книги «Сущность христианства» является глава о воплощении, в которой речь как раз-таки идет о том, что христианство – это религия воплощенного Бога. И только христианство создает предпосылки, что недвусмысленно указывает Фейербах, для вот такого переворачивания отношений между антропологией и теологией. Действительно, речь всю дорогу идет у Фейербаха именно о христианстве. И именно фигура Христа становится для Фейербаха условием возможности изобретения перевода. Потому что это уже и была операция, скажем, акт Бога воплощения уже и был неким первичным переводом, который, правда, еще не был объективирован, он был субъективирован. То есть, привнесением Фейербаха и Маклюина с другой стороны и представителей социологии перевода является всего лишь объективация этого перевода, когда мы указываем, что мы имеем дело с некими сущностями, которые от нас отделены. Сама же операция изначально содержится в толкуемом Фейербахом и Маклюином христианстве. Давайте я зачитаю еще несколько цитат, которые, ну, буквально по интонации совпадают с фразами у Маклюина. Когда Маклюин, например, говорит о том, что содержание медиума есть сочный кусок мяса, который собака проносит мимо сознания, чтобы скрыть истинную природу медиума. Маклюин в этот момент измущается, да и переворачивает местами средства и содержание, да и таким образом открывается вот эта вся сфера. Ну, может быть, более интересный пример вот этого переворачивания предложил Режен Дебре, о котором я еще скажу, такой современный французский идеолог, который сказал, что медиатеория, она подобна тому глупцу из буддистской притчи, которая вместо того, чтобы смотреть на то, куда палец показывает, смотрит на сам палец. Да, но чтобы смотреть на сам палец, нужно сначала произвести эту операцию переворачивания. Вот что пишет Фейербах, если мы перевернем религиозные отношения и то, что религия считает средством, будем неизменно рассматривать как цель и то, в чем она видит лишь нечто подчиненное, побочное, обусловленное, возвысивая значение причины, тогда мы разрушим иллюзию и осветим вопрос непопроченным светом истины. Собственно, на высвечивание этой самой иллюзии направленной теорией Маклюина, да, там, не телевидение с его передачами создает реальное содержание, да, а сами телевизоры, которые мы не замечаем. Ну и конкретный пример, если хотите, разобранных медиа, проанализированных медиа у самого Фейербаха, да, потому что, естественно, указанием на Бога, как на некое главное средство, на некий главный медиум, тут не покрывает как бы все притязание фейербахского предприятия, но один из таких медиумов, которые Фейербах рассматривает, это крещальная вода. Зачитаю. Вода крещания является для религии только средством, с помощью которого Святой Дух общается с человеком, но это определение ставит религию в противоречие с разумом, и так далее, и так далее. Мы освободимся от этих и других невыносимых противоречий и разумеем истинное значение крещения лишь при взгляде на него, как на указание значения воды для человека, да, это, собственно, и есть по Маклюину то самое сообщение. Чем является сообщение? По Маклюину теми изменениями в форме, масштабе, там, скорости, которые приносятся в человеческие дела. Вот это словно определение сообщения, которое содержится в Мидиуме Маклюину. И, собственно, нам тоже самое говорит Фейербах. Этим сообщением является указание значения воды для человека. Крещение должно представлять нам чудесное и вместе с тем естественное действие воды на человека. И действительно вода оказывает не только физическое, но также нравственное и интеллектуальное влияние на человека. То есть, опять же, значение воды не отрицается, только показывается его цельемедиатическая структура, которая пропускается при воспроизведении самого ритуала. И таким образом мы можем сказать, что то самое сведение теологии к антропологии есть не что иное, как картирование человека на Бога посредством фигуры Христа, который выступает первым медиумом. И прежде чем перейти к моей последней части, извините, я очень задерживаю свой спич. Значит, прежде чем перейти к последней части, обращу ваше внимание на то, что ни Фейерба, ни социологии перевода, ни что нам в принципе не мешает произвести обратный перевод. То есть антропологии в теологию. И в конце введения к сущности христианства есть очень странная фраза, я ее зачитаю. То, что вчера было религией, сегодня перестает быть ей. То, что сегодня кажется атеизмом, завтра станет религией. Ну вот для многих, кто, допустим, не знал об этом контексте, бэкграунде медиатеории, в данном случае атеистическая такая теория стала религиозной. Отсюда я перехожу кратко к критике Фейербаха в медиатеории и социологии перевода. Чего, на мой взгляд, не достает в самой концепции перевода у Фейербаха, что не было сделано в медиатеории, и почему, казалось бы, только найдя прародителя медиатеории, мы уже вынуждены с ней распрощаться. И здесь я вынужден буду, так же, как и Фейербах, погрузиться в теологические детали. Но если очень кратко, времени остается немного, то я хочу сказать, что Фейербахова прочтение теологии, его анализ проекции теологического, антропологического, совершается на основе лишь определенной теологии, а именно латинской теологии. То же самое касается и медиатеории. Медиатеория, если мы совершим обратный перевод, представит перед нами не что иное, как христология, медиум – это Иисус, но при этом христология католического западного типа. Почему? Потому что у Фейербаха явно, и у Маклюина неявно, мы видим присутствие догмы Западной Церкви, которая вписана совершенно незаметно и Маклюином, и Фейербахом в их перепрощении религиозных текстов. Это догмы филиографии, возможно, известного нам, то есть соподчинения духа сыну. Что это означает? Ну, чтобы подтвердить свои слова, вот, например, как пытаются перевести духа в родовую человеческую сущность, как Фейербах с ним обходится. Цитирую. Святой Дух обязан своим личным существованием только одному имени, одному слову. Даже самые ранние отцы Церкви, как известно, отрождествляли Святой Дух Сына. И так далее, и так далее. Или. Весьма поверхностно мнение, будто христианство есть в религии не одного личного Бога, а трех лиц. Эти три лица, правда, существуют в догматике, но и здесь личный Святой Дух есть только произвольное притязание, опровергаемое без личными определениями, вроде того, что Святой Дух есть доном Отца и Сына. Одно уже исхождение делается Того Духа, его личность, весьма сомнительной. И так далее. И, что еще важно, без Отца нет Сына, без Сына нет Отца, Святой Дух, вообще нарушающий симметрию, выражает собой лишь отношение их друг к другу. То есть, собственно, Дух редуцируется к Фейербахам. Та сущность, которую он должен был бы в неком строгом порядке перевести, и тут я единственное, почему упрекаю Фейербаха, в отсутствии строгости. Дух не был переведен до конца. Или, точнее, был переведен в соответствии с определенной традицией понимания Духа. Какой же ландшафт у нас появляется, да, я уже заканчиваю, при возвращении перевода Духа, не сделанного Фейербахом и не сделанного также и Маклюином. Почему Маклюин, я считаю, не сделал перевод Духа? Собственно, потому что на самой Догме и Фейербахе, на самом-то деле, медиатеория основывается, да. Медиатеория, как западная христология, основана на превосходстве медиума над самой операцией, над самим переводом. В то время как перевод выступает, собственно, и есть тот самый Дух, да, и, собственно, это не домысел, это вполне догматически строгое определение, которое мы находим, например, ну, если брать даже латинских отцов церкви, у Августина. У нас есть любящий, у нас есть любимый, у нас есть любовь как отношения между ними. Само слово отношения использует Фейербах, и при всей как бы абстрактности, да, вот это определение Духа как отношения, мы, однако же, можем как бы зацепиться за этот термин и попытаться показать, что отношение как отношение было Фейербахом сброшено со счетов, а Маклюином подчинено медиуму. То есть вся медиатеория, да, это презумпция того, что изучение медиума, то есть второе випостасе, да, фигура сына, более существенное, чем изучение фигуры Духа. Какое отношение, собственно, эти все прочтения, перепрочтения, критика медиатеории имеют, собственно, для нашей с вами действительности? А такое, что в результате вот этого своего скрытого, теологического, непрочитанного содержания в медиатеории и в социологии перевода мы, например, совершенно не понимаем, что такое компьютеры. Компьютеры, которые определены были Львом Мановичем как метамедиа, то есть как средство для симуляции медиа, и основой или ядром которых являются языки программирования, они не покрываются медиатеорией. В этом довольно серьезная проблема. Создатель термина Software Studies, важный компьютерологический пост в медиатеретической области Лев Манович сейчас издал книгу под названием «Компьютер. История первого метамедиа». Я пытался с ним на этот счет как-то общаться и издал вопрос, является ли метамедиум, термин был один из таких пионеров IT Аланом Кейм в 60-е годы для обозначения электронно-очислительных машин, является ли медиум посланием? Можно ли говорить, можно ли прикладывать классическую медиатеорию Маклюина к компьютерам? Ну, как бы Манович не понял, мне кажется, самого вопроса. Вопрос здесь заключается в том, что такая реальность, которая создает современный софтвер, современное программное обеспечение, реальность языкового программирования, это уже не медиатическая реальность. Вот я в воскресенье вместе с Аллой делаю доклад анализ графического интерфейса через теологические и когнитивные модели. Вот те, кто хоть раз имел дело с кодом, с реальностью современных, как называют, социальных меди или новые медиа, на самом деле, совершенно другое, тот должен знать, что в коде, в самих языках программирования у нас отношение между, собственно, операцией, самой категорией переноса, или там можно по-разному называть, ну, я имею в виду в августинской, так сказать, треодологической аналогии это дух, сама эта третья ипостась, она не привязана, не проходит через медиа. Вы сначала пишете код программы, и при этом код, то есть третья ипостась напрямую соотносится с первой ипостась, в данном случае с памятью компьютера, или с бизнес-логикой программы, так называемой, или с самим процессором. Далее вы можете либо представить эту программу, и тогда как бы вам нужен будет медиум, например, экран, либо вы можете обойтись без экрана. И, собственно, история компьютера до определенного времени развивалась как история, собственно, двух ипостасей, первый и третий, да, изобретение второй ипостаси произошло только при введении графического пользовательского интерфейса, до того это было редуцировано. То есть, подвожу итог, нам совершенно необходимо было перепрочтение Фейербаха для того, чтобы установить следующее. Во-первых, как современную медиа-теорию, так и социологию перевода делает, собственно, возможным само главное изобретение христианства. А это, судя по всему, его главное изобретение, я имею в виду, боговоплощенное. Допустим, при сравнении христианства с кумранскими общинами, например, да, там все уже было, да, а вот сама фигура бога пришедшего на землю, да, в виде человека это отсутствует. Это и было той возможностью перевода в последующих социальных науках медиа-теории. Но чего нам сейчас не достаёт, мне кажется, это включение и анализы фигуры духа, которые только и позволят описать современную цифровую информационную реальность, в которой дух не всегда опосредуется медиа. В этом смысле медиа-теории действительно нечего сказать о софтвере. И я полагаю, что, ну, такая картина может быть несколько фантастическая, да, для вас обрисована, хочу, как бы, еще больше заострить его фантастичность. Я бы предположил, что нам необходима некая новая дисциплина, которая бы исследовала вот эти вот новые отношения, которую я предложил бы назвать техно-теологией. По аналогии с ант-теологией только он-то событие у нашего сошло, и мы, собственно, анализируем только отношения между теологическим и техническим. Логика тут следующая. Если христианство было тем, что перевело Бога в человека, да, это первичный такой акт перевода, если последующая европейская наука перевела человека в Бога, также есть еще и третий элемент, который мы можем сопоставить с фигурой духа, и который мы знаем сегодня как технический объект или как артефакт, но не в их предметности и материальности, а как именно переносчик информации или как медиа. И тогда мы можем говорить о том, что медиа-теория была тем, что перевела технический объект или артефакт человека. Философия науки и техники современной совершила перевод человека в технический объект. Ну, например, мою любимую Жильбера Симондона. И, собственно, что остается, как бы, вот остается та неисследованная область перевода теологического в технологическое, да, та область, которая не нуждается в антропологическом. В этом смысле мне приходит на ум только фигура Ницше, которая мыслила человека как мост, как переход. И, ну, для меня, допустим, это перепрощение Фейербаха пролило свет на концепцию вечного возвращения. Если оно и существует как такой консистентный концепт, то оно означает вечное возвращение перевода, вечное возвращение равного и различного от времен, потому что перевод есть и то, и другое всегда. То есть, завершая, хочу сказать, что критика рецепции Фейербаха, критика социологии перевода медиа-теории, она имеет еще и некое конструктивное зерно, а именно выделение вот этой особой области, связанной с переводом, собственно, духа, ну, вот, там, исследованные мной кейсы, это те кейсы из информационных технологий и возможность показа множества совершенно различных всевозможных языков, которые образуются из этого последнего, как бы, замыкающего этапа перевода, перевода теологического в технологическое, который, ну, совершенно естественным образом вытекает и требуется из всей последующей работы и требуется, собственно, современными повестками дня, которые ставятся компьютерами и так далее. Ну, что-то забыл, наверное, сказать, но уже и так сказал гораздо больше по времени. Спасибо. Это все. Спасибо, Михаил. Давайте мы поблагодарим наплачущего. Теперь можно привести к этим вопросам, к темникам, к умениям, к соображениям, к кушеттариям, к протестам. Давайте я вас прошу, сейчас подошу поближе. Вот, понимаете, вот интенсивно, я попытаюсь понять, да, поэтому задаю такой вопрос. Казалось бы, Гербак что хотел сделать? Он хотел, как бы, показать людям правду, да, он хотел расколдовать мир, как бы, и показать, что небесное это ничто иное, как просто человеческое поднятое наверх. А у вас, получается, текция такая, что в конце вы предлагаете. Давайте обратно все заколдуем, да, опять как бы все карты смешаем, так и будем жить в заколдованном. Спасибо, хороший вопрос. Ну, знаете, этот термин веберовский я употребил, да, мне кажется, что Фейербак действительно расколдовывает, Маклюин отчасти заколдовывает, но на самом-то деле, если вы посмотрите на сегодняшнюю рецепцию веберовской философии, да, если уж используем этот термин, то мне кажется совершенно несущественным, что там расколдовано, заколдовано, потому что эти процессы, как бы, они, это некая такая неустранимая, что неизбежная диалектика. Важнее то, что мы можем переводить одно в другое, заколдовывание, ну, рассматриваемое, строго говоря, там, с точки зрения, да, понятия рационализации вебера, мне кажется, это немножко такой, как бы, смещенный концепт, потому что в итоге процесс расколдовывания приводил к, там, к еще более заколдованным каким-то явлениям, ну, и у самого вебера, там, и у читателей, мне кажется, это не страшно и не самое главное, да. Ну, что такое наша свобода? Наша свобода, когда мы понимаем, что такое мы сами, да, с чем мы имеем, а вы говорите, а давайте мы перестанем понимать, будем что-то говорить. Нет, наоборот, я говорю, что надо... Переводить из одного в другое. Нет, как раз таки, ну, у нашей свободы есть понятные границы, но если это границы намеченной, ну, для понятности я сравню тот подход, который я предлагаю, про это я не успел сказать, с акторностью теории, да, социологии перевода. Там, собственно, та свобода расколдовывания отношений достигается за счет предположения бесконечного множества акторов, некоторые из которых важны, некоторые не важны, и мы можем, собственно, как-то связывать, переводить одно в другое. Я же говорю, что на самом-то деле акторов всего три, да, это, собственно, культурно известно, это Бог, человек и технический объект. Мы, собственно, до сих пор до конца не можем избавиться от Бога похоронили, да, но как структура он все равно присутствует. От человека, ну, тоже, наверное, как бы все избавляемся, наверное, скоро избавимся. От технического объекта долго пытались избавиться, наверное, не нужно было. Скорее сейчас мы страдаем от того, что... от нашей, там, технофобии середины 20-го века, да, или, там, в 60-х еще годов. Я же предлагаю эту свободу, как бы, поместить в переключение переводов с этих... на вот этих трех основных регистров. Если вам кажется, что это меньшая свобода, там, чем, допустим, та, которая дается в актер сетевой теории, или та свобода единственного перевода сделана Фейербахом, то я тут, конечно, с вами не соглашусь. У вас тут есть огромное количество направлений, по которым вы можете переводить, двигаться и так далее. То есть остальные подходы, ну, актер на сетевой, я считаю, просто немножко сфальсифицированным. Действительно, акторы группируются по своим характеристикам, их немножествует, всего три типа. И сама Фейербаховская теория, ну, как бы, если бы Фейербах прочитал, перевел еще и инстанцию духа, или постась духа, да, то, наверное, мы сейчас жили в другом году. Но, совершив эту работу за него, мы обнаружим какие-то новые границы свободы. Я не думаю, что эта свобода меньше, чем та, которую дал нам Фейербаха, или Маркса, думаю, что больше даже. Спасибо за ответ. Можно еще один вопрос? А, ну, давайте. Спасибо. Я прошу прощения, если мой вопрос покажется несколько, может быть, некорректным в некотором смысле, потому что я понимаю, что я достаточно слабо на данный момент разбираюсь, введя теорию. Но вопрос следующий. Между Марксом, например, и Фейербахом есть промежуточная фигура, которая, ну, на Маркса в отношении, его отношение к Фейербаху достаточно сильные измечения у него. Это Маркс Штерляр. Как вы проинтерапевтируете отношение Макса Штернера к разговорам о переводе с божественного на человеческий? Ведь он фактически, получается, насколько мне это представляется, предлагает вообще отказаться от игры переводов и просто утвердиться. универсальным басфетиком становится не перевод, как вот электродетельность, то есть действие духа, как вы сказали, а сила. Сила в смысле... Ну, мне это видится в виде такой теоретикой игровой модели, когда действующие лица, вот эти вот общества, эгоисты, которые у Штернера есть, они имеют определенные стратегии, и стратегии согласуются исключительно с их возможностями. И все, то есть вот как вы можете, что вы относительно него можете сказать? Ну, я думаю, что, да, спасибо, интересный вопрос. Думаю, что Штернер так же, как Маркс, недоперевел, только как бы с другой стороны. Отсюда вот это вот странное отношение между Марксом и Штернем, которое сохранилось все время. То есть я думаю, что это другая немножко традиция. Не знаю, в какой степени Штернер повлиял на Фербаха в этом отношении. Ну, понятно, что это такая же ретерриторизация, ретерриторизация духа, которую совершает Маркс, только уже там не в анализе экономических структур. Я бы, наверное, так ответил. Спасибо. Пуан, пожалуйста. Да, я пытаюсь понять, скажем, технотеологию, новую программу в Европе, чтобы посмотреть, как она работает. И, соответственно, тут у нас есть переименование, теология, антропология, технология. И в какой-то момент здесь появляется, в период период перевода, изменения в самой метафизической диспозиции. А это значит, что там уже другие отношения медиума. То есть медиум забирает на себя слишком много прав по производству реальности. Где-где? В медиатеории? Если мы рассматриваем систему, концепцию переводов, как антологически базовую, если раньше она была промежуточная, случайная, вспомогательная, то теперь она становится как-то системообразующая. Нет, это некая формализация, собственно, из поставщинуха. Это не что иное. Мы можем назвать это как угодно. получила такое название, могло другую. Максимадонна это называется трансдукция, например. что более сложный термин, и который как раз-таки показывает, допустим, как образуется программа. То есть, Мандон доходит до уровня как бы вот такого послойного размножения духа. Нет, я не про формализацию. Я про метафизическую роль самой процедуры перевода трансдукции. это неважно. Ну, допустим. Ее роль в производстве нашей граны становится более значительной. Да. И это влияет на смещение всего этого физического диспетитива. И тогда оказывается, что мы заходим в какие-то термотеологические серии. То есть, у меня очень смысл перестанционализм в термотеологии. Потому что совершенно очевидно, что индусы говорили с программированием. Соответственно, у них своя термотеология. Другая. И более того, мы сейчас как-то наблюдаем разные способы создания реальности. И в технике, и в медиа. Соответственно, вот этот момент становится создание технического, оперативного становится очень важным, как метафизическое доминанта, как способ техно-онтологии. Никакой онтологии не остается. Онтес исчезает совершенно. Мы не имеем дела с бытием уже сегодня, как это Хайдеггер показал еще в 50-м году. Оно заслонено от нас техникой абсолютно. с той экологией не имеем тела, но мы же производим все время некое бытие, некое сущее мы производим, но теперь оно уже не божественное, то есть не в той мере божественное, оно как... я бы сказал, что мы производим операции, а что производит софт, какое сущее? Нет никакого не производит сущее. Там ничего нету, кроме картинок на экране, и то, которые виртуально, которых нет. Так мы же живем в этой реальности, это же наша реальность. И? И соответственно, это наше сущее, которое теперь верцает... реальность хотел показать, что... То есть Марксов в ход, допустим, что наша реальность это реальность социально-экономическая. То того, если была какая-то реальность, то реальность Бога. Я говорю, что наша реальность она троято, она разбита на священный, профанный и медиатор человек. То есть мы можем в принципе вытягивать из антропологического и социально-экономического все это было сделано, все ходы уже были сделаны, мне кажется. Отсюда этот кризис социологии, культурологии, антропологии и так далее. Мне так кажется, что ваш вопрос связан с тем, что лично вас, Алла, не могу упрекнуть в непонимание технических объектов, но у меня возникает такое подозрение, технический объект, артефакт, медиум, нужно читать в его антропогенности всегда, это не нечто раздельное, это всегда то, где человек уже всегда содержится, нет никаких технических, нет никаких вещей вне сферы человека, все это человек. Однако же техника, артефакты, медиа подчеркивают то, что человек как бы не достает, или по крайней мере исторически не доставало. Это уровень операции, уровень переноса, перехода от одной структуры к другой, говоря в термин Симандона. Я не вижу здесь установления некой новой доминанта, скорее тут можно говорить о восстановлении той доминанта, которая была в 4-м или 5-м веке на 1-м, 2-м Вселенских соборах помысленно. То есть та доктрина мне нравится тем, что там в принципе уже было все, что нужно. Ну, по крайней мере, изучая современный софтвер, я не вижу ничего дальше современной триодологии. Современное программирование, хотите верьте, хотите нет, оно так или иначе имеет дело с моделями, по крайней мере, но с теми моделями, которые появились в 4-м и 5-м веках. Это скорее возвращение, но и восстановление. Ну, это как раз хороший ход избавиться от классического мышления способом проявить чертение. Ну, да, именно. Мне кажется, там много чего интересного есть посмотреть, поизучать. Может быть, это тоже в какой-то момент зачерпает себя. Но мне кажется, этот ход чтения артефактов технической сферы медиа через теологию, смотреть, что, собственно, мы вмыслили туда без нашего ведома, мне кажется, это вход, который еще может какое-то время развивать. Потом, скорее всего, я повторюсь, я думаю, что больше трех не существует, поэтому вопреки поздним неоплатоникам мы вынуждены будем вращаться с этими тренером. Я думаю, что с другими вариантами перевода мы и не столкнемся. С чем вероятность затяжного длинного средневековья, как и такой исключительно метастабильной эпохи, нам, конечно, грозит. В том числе и в развитии информационных технологий, потому что скоро просто станет нечего придумать. Все модели для программирования берутся откуда-то из вне и они все уже, например, реализованы. Но это уже в другую сторону совершенно. Да, пожалуйста. Два вопроса. Небольшой вопрос. Одно замечает. То есть, так как я связываю с программированием, исходя из текущей реальности, конечно, на сегодняшний день программирование с точки зрения программиста, потому что люди, кто-то не тягощен эти логические образования, по-философски, чисто воды, танцы с глупым, то есть шамамит. Никто не знает, что происходит, но в силу определенных операций, практически магических, появляется программный код, и он таким должен работать. Как это происходит, никто не знает, но все верят, что так должно быть, потому что совершен определенный обряд. Поэтому тут придется так, если внедрять идеологию тройственности, и программистам придется провести определенную работу. Не все так просто. А вопрос следующий, первый вопрос, который может быть в техническом. На мой взгляд, есть ли и какая существенная разница, такая принципиальная разница между тем понятным, которые у нас в докладе для перевод, и таким понятием, как метафора и метоним. Есть ли существенная, принципиальная разница именно самым способом? Потому что есть довольно большая традиция именно метафорического понимания сущего, начиная с древних времен, причем к тем же рекеорда. И, собственно говоря, понятие метафора тоже, в данном случае, очень сильно и в каком-то смысле отражает суть. И вообще этот вопрос немножко маленький, тоже такой технический, но могли бы прокомментировать, с учетом того, что вы сказали, такой ход Канта, который, может быть, иллюстрирует, а может быть, совершенно в другом плече находится, когда Кант говорит о том, что принцип деспотичного государства, принцип работы ручной мельницы, он фактически разный, но по своему принципу, по своему способу реализации, а не одинаково. Вы Хайдегера не довели все-таки? Нет, это говорит именно Кант, у Канта есть. Это лидарное государство, такой термин. Нет, не лидарное государство, ну, как-то, он, понимаете, деспотичное государство, что-то, хорошо, допустим. Государство управления неизвестно, это принцип работы ручной мельницы. Что у Хайдегера было про сравнение концлагерей с мельницей, как-то что-то так было? Ну, это, как-то, хорошо считал Канта и хорошо использовал. Но смысл в том, что есть определенное общее положение такого единой системы образования и единые законодательные акты, которые могут управлять различными регионами и различными сущностями. Вот, в принципе, этот ход, который, там, применяемый, именно с точки зрения понимания общих принципов, он в этой же находится в связи или, все-таки, это может быть другой перевод, другой перевод, другой другой ход, из разных вопросов. Вот, собственно, вот этот вопрос по металлу и про ручный рынок. Ну, по поводу вашего предваряющего слова по внедрению идеологии тройства уже все внедрено в том числе. Ну, если вам приходилось делать какой-то рыночный продукт, вы, допустим, столкнулись с архитектурным каркасом модом view-контроллер, паттерном, который совершает separation of concerns, где у нас есть модель данных, ну, собственно, это точная аналогия совершенно, на августинецкой тройлице, просто один в один. Ну, это на уровне уже доработки, на уровне создания этого хода. Ну, хорошо, мы уже долго говорили. Нет, нет, я просто хотел сказать, что, в общем, все уже есть в ходе, на самом деле, реализованного, но это отдельный разговор. Значит, про метафору. Ну, вот, поздний Маклюин, как я сказал, говорит, что медиум это метафора, да, эксплуатированный перевод. Знаете, затронули вопрос, который, мне, честно говоря, труден, потому что я бы вот не шел за Маклюином, проект у него был какой. Он говорит, что давайте перейдем всю медиа-теорию, ну, в принципе, он так был близок все время к этому, грамматику, да, это такой ход средневековый, потому что в средние века, собственно, изучение грамматики это часть такого общего философского образования. Давайте будем анализировать языковые структуры, да, будем смотреть на, изучать четверичную, да, у Маклюина из них тетрады, там как раз возникает четверичную структуру любых артефактов, как слова. Мне кажется, что, да, есть разница между метафорой и переводом, но мне не кажется, что это слово метафора, оно немного может нас ввести не туда. Метафора все-таки это принадлежность языкового сознания. Мне кажется, что то, с чем мы имеем дело в технике, это, можно назвать, метафорой, потому что, при том, что все-таки, да, техническое это всегда человеческое, между ними все-таки есть разница не в сущности, да, я бы сказал, в их, как бы, ипостасной природе, мне кажется, это ложный путь, то есть, я бы тут не согласился с Маклюином, вот, не буду сейчас даже вдаваться в то, как метафора отличается от перевода, хотя, да, она является тем агентом, который переводит из одной области значения в другую, но перевод, более нейтральные термины может означать и, не знаю, перевод, допустим, да, перевод слово одного на другой язык, да, или перевод, физический перевод, например, да, вот этот технический смысл, он не более дорог, что ли, да, язык нас может обмануть относительно того, как устроен реально технический мир, то есть не поддерживая эту идею Маклёвина, хотя вот интересно, что интенсивная была в том же правду, не знаю, ответил ли. Ну, понятно, что это ответ он называет, но, конечно, и второй вопрос, да, да, и второй вопрос, ну, по поводу мельницы, ну, в точном смысле слова, то, что сделал Канн, да, и то, что и Хайдеггер вспомнил, и сделал, называется гомология, да, мы обнаруживаем два каких-то, два явления в разных регионах значения, которые к каким-то образом соотносятся совершенно точно, совпадают. Переводом называется обнаружение этой гомологичности, да, кроме того, перевод мы уже только обнаружим, но еще и изобретать новой гомологии, как, допустим, Гоббсовский перевод, мультитюда всего народа суверена, да, до того, до Гоббса не было. Вот, сейчас мы должны уточнить, что вы спросили, находится ли, ну, да, тут можно говорить об этом, как о переведенном одно в другое. Ну, именно в логике вашего представления, да, ну, если этот пример такой, то есть, ну, то есть, ты знаешь, конечно, ну, да, 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 общее место, да, в смысле, связанное с тем, как, собственно, чем занималась всю дорогу социология перевода или медиа теория. Они прослеживали сначала каузальные отношения между техническими объектами и социальными отношениями, а потом в какой-то момент обнаружилось, что где-то мы не можем проследить причины влияния, там, не знаю, там, мельницы на диспатический режим. тогда мы, как бы, ну, или причина там слишком, как бы, незаметная и быстра, да, и мы ее замечаем, непонятно, почему. Но зато мы можем обозначить это как одновременно всегда в логической структуре. Ну, и, собственно, это то, что делают акторы вот у нас два, собственно, актора, которые, как бы, представляют собой одинаковую структуру, мы можем с ними что-то делать. И я просто, для того, чтобы небольшого уточнения, да, просто, может быть, моим, не сомнением, мое. Насколько фигура в Фейнбах именно, в принципе, вот, в чем, к этому вопросу, как бы, я слушал весь замечательный доклад, и вот, как бы, не очень мог связать, потому что, я понимаю, ну, такая практика переворная была, более смыслная, потому что, как бы, у Фейнбаха процедура перевода, она же, ну, как бы, это вот операционный термин, но не принципиальный, да, в данном случае. Но он, как термин, и не фигурирует. Да, не фигурирует, но... Поэтому... Ну, и тут я должен почувствовать свою вину, поскольку, значит, не донес до вас эту основную мысль. Фейнбах в рамках того материала, с которым он работал, материал западной теологии, потому что, что-то переводил он назад, на этой модели, он осуществил этот перевод полностью, да, и перевел самого Бога. То есть, на этом основании, да, фейнбаховскую философию считают атеистическим. До Фейнбаха Бога никто не переводил. Переводили, там, Христа, пророков, и так далее. Расколдовывали по-разному вот эти вот области. Чудо переводили, там, как Спиноза, например. Однако, полностью это знание никто не охватывал. Я как раз это подчеркивал в докладе, что, как только мы, как бы, осуществили перевод полностью, у нас появилась сама возможность переводимости. Когда мы говорим, что перевести можно все, что угодно. Ну, раз уж Бог переведен, можно переводить разные регионы, по-разному. Спасибо. Ну, в данном случае, это не такое же, может быть, великое открытие, но вот кто-то должен был это сделать, фейербакт сделал, мне кажется, что просто на это не обратили внимания. сфейербакт. Сфейербакт. Спасибо. У меня еще будет вопрос. Это не очень, наверное, не совсем как бы это вопрос вредит внутри контекста, поскольку сама я была обрушена в некоторую среду, и удалось воспринять это не просто слова. Так, если я бросил определенное слово, как мне и говорится, точку говорили, перевод, сам перевод и сам процесс окружения некоторой связи, которая присутствует в разных регионах, это такое построение некоторого универсного, то есть мы берем и ограничиваем некоторое пространство, и в нем происходит разделение на в общем-то передающего, воспринимающего и некоторых последних. Тут можно использовать несколько несловавых значений, но такой был вопрос. Наверное, меня несколько удивил этот момент с очередновением грубо и с очередновением бытия такового. Я увидела здесь в мультиварстве вам, что это скорее сложнее некоторую часть, когда мы берем медиатеорию, по отношению к чему-то более абсолютному, то есть к чему-то какому-то региону, который представляет собой абсолютно суще, выходим в какой-то стандарт окончиваем поле своего внимания какой-то конкретной частной вещью, имеющей определенный для нас характер, определенное значение, и здесь же мы пускаемся обнаружить то же самое отношение. Возумеется, поскольку абсолютное давление над частным, мы это отношение обнаружим. Но можно ли говорить о определенном уходе до конца от абсолютного или же здесь имеется лишь переключение сферы нашего внимания? То есть одни игры нам в какой-то момент на случай и выключились на злоподневное и сейчас играем всем же правилам но в регион в другой части в из стране. Ох, если я правильно вас понял. Но от абсолютного мы в какой-то степени действительно уходим, но при этом возвращаемся, потому что вроде бы если процедуру сделанную Фейербаху воспринимать как борьбу с абсолютным во имя частного конечного единичного человеческого то там действительно мы скорее уходим. Я-то своей задачей как раз видел показать абсолютность самой процедуры перевода. Если у нас есть что-то абсолютное то это возможность. Другое дело, что мне так кажется, что с этим переводом все уже наигрались. вся история 20 века это была история исследования сферы переводимости. Что там еще можно придумать более безумную культуру, давайте туда переведем, это сюда. Мне кажется, что сейчас интересно сама процедура или операция. и если она и абсолютна, то она как бы со-абсолютна. что напоминаю процедура перевода есть не что иное как то, что образовало в результате сцепления различных исторических культурных причин из рецепции первоначальной христианства, из концепции Троицы. Перевод не что иное как ипостась духа. если уж мы обнаружили дух как перевод как нечто абсолютное, то там есть еще два абсолютных если хотите. Там можно жить. В смысле жить с той серьезностью, которую вы игром хотите у игры отнять. Да, просто у меня далеко скачала мысль с переключения внимания если кому-то разно для упражнения для класса бывает с концентрацией на определенной фигурофоновые отношения. да, и может это очень забавная вещь, очень легко сместиться фокус и как бы центрированный может стать определенной любая точка. Нет, не абсолютно любая, а либо одно, либо фигура, либо фон, в том ты все и делаешь. да, понятно. И вы знаете, это же Маклюин позднее очень активно использует аналогию вот этого фигурофонового мышления в понимании медиума. В медиуме всегда есть, как он говорит, есть две стороны, на которые внимание направлено, на которые внимание пропускают. и то же самое вот в озвученной концепции технотеологии, правда, там совершенно другие истоки, не Маклюиновские, но потому что я там скорее вывожу из концепции Желебера и Симадонна, которые также использовали идею фигуров фоновых отношений. И, собственно, переключать внимание мы можем только между двумя. У Симадонна это религия и техника, которые равноисходны не возникают в результате некого антропологического дефазирования, как он говорит. У Маклюина это просто принадлежность человеческой психологии, но переключение внимания важная операция, но это не множество. Ну да, если мы задаем только два, если мы задаем контекст, картинка у нас распродается на фон и да, извините, но переключение внимания в данном случае я не пояснил, это и есть тот самый перевод или дух, самопроцедурируем. Я понимаю, о чем мы говорим. Другое дело, что таких регионов, локальных регионов множество и вот это самое переключение можно выполнять в разном контексте и может действительно может распродаться на множество фоновых и контекстных что ли существ просто у меня сложилось такое впечатление, что это все представляет некоторую игру, которая может относиться с некоторой степенью серьезности до сих пор, пока она интересна, что задает. но как любое приходящее когда она не подойдет некоторая абсолютность в отношении бетийственности, аналогичности, она станет. Вы имеете в виду игру перевода и так далее. как раз в данном случае я следую просто хайдеггерской традиции, нет у нас этой бетийственности, нет у нас никакой антологии, уже довольно давно нет, потому что мы имеем дело уже не с бытием, но бытие это было изобретение греков собственно, оно было утрачено впоследствии развития синтеза античного и христианского мировоззрения и двух революций про индустриальный и постиндустриальный все, бытие нету это как бы в школах пусть изучают в университетах мы с этим не имеем дело мы имеем дело с какими-то реальностями которые мы можем начать социальные экономические исторические культуры что такое бытие абсолютно непонятно то есть Хайдеггер в конце метафизики он очень важен метафизикой закончилась бытием онтотеологическая структура знания она осталась в прошлом единственное что мы можем предположить как ее замена это техно-теологическую структуру то есть давайте вместо бытия и того самого бога который никуда не похож не тянешь и будет возникать в различных конечные причины или как перводвигатель неважно или как-то еще там более сложно но давайте вместо того чтобы плакать как Хайдеггер про забвение бытия давайте анализировать собственно саму техническую реальность потому что в результате медиа-теории развития если мы во что-то играли то это медиа-теория медиа-теория такая игра можно взять и то поанализировать и это ну в принципе тоже все проанализировано нужно скорее отнестись абсолютно к самой процедуре перевода это гораздо более важно чем искать бытие которого не найдешь а вам не кажется что если мы говорим о бытие то мы уже его нашли понимаете когда мы говорим о забвении бытия искать бытие не кажется что оно просто всегда с нами и никуда не уходило ну может быть но мне кажется ты сегодня это самая близкая к которому Харьков говорит да который как бы на самом деле оказывается для нас очень преддает самым дает нет в этом смысле как фигуры марксистской марксистской жесты как маркс выбрасывает бога и выбросить бытие то есть вы конечно можете верить бытие так философии не останется понимаете так философии все и нет так и про это говорят шатлет динамо обратите внимание что когда еще не останется что вы потеряете согласитесь что то что вы пытаетесь рассказать о переводе о теологии которую вы даже находите под каменом это всего лишь обычные языки астрологические знаки у него только астрологическая штука третьего мальчика заперли когда-то в комнате с новым заветом и ему показали новый артефакт программирования боже мой он же ничего не знает как нового завета диалоги философ ему пакет он забыл и не хочет к нему возвращаться все и переходит вот в эту несложную конструкцию на уровне которых тибетское гадание на ушах кажется выше математики то есть вот так вы потеряли вы потеряли вы потеряли вы потеряли какой-то тибетской почему математика почему выше математика кажется потому что она более утонченная и более сложная чем я не умею даже визнении идея в программировании и в техно-предметах то есть кажется это оценка я не могу с вами не согласиться я не умею гадать на ушах если вы умеете это утверждаете то это действительно оценочное исходение просто если нет бытия как такового то тогда один из заключений отличается от другого и в речи только о переводе из одного к другому ну конечно так вы вспомните дарах духа собственно евангельский текст обозначает дары духа ну вот реагирую на реплику спасибо нет это интересно но как раз таки дар языков это и есть дар духа если уж мы так будем идти собственно докторинально это дар гермеса который был обманщиком что дар гермеса который был обманщиком нет не путайте гермес тут ни при чем я имею ввиду послание апостола Павла где он определяет что такое дух которым европейская культура не смотрите если если то любое перевести скажем игрок по тренированию на язык божественной добрости все очень случайно не то что случайно чем в попытках резать другого человека оформить его уши или боевых знаменитых в этом смысле но тогда все случайно но всегда любая именно хуже чем другая и говорю что тибетское гадание на ушах и знаки зодиака они по сравнению с вашей концепцией какого она продолжается вы больше прошу останетесь давайте Михаилу ответить сейчас спасибо знаете знаете ну оттого требует развитие западной теологии потому что там еще у Иоанна Дунса Скотта собственно который подчиняет вопрос о бытии вопрос о Боге как раз таки возникает концепция контингентности случайности ну да случайно но все равно есть некая структура то есть слово случайно я не понимаю что вы вкладываете оно имеет свою интересную традицию случайность это то что даруется нам свободой собственно есть европейской традиции антотеологической случайно что все животные делятся на муху падающему на потолку и на животных имеющих членов вот такое назначение случайно потому что все плесени все чтицы делятся на фермионы и позоны например такое назначение не случайно оно нет на условиях хорошо значит у вас скорее произвольный такое значение но я не вижу в чем тут произвольность в этих языках до языков оказывается всего три можно описывать теологически технологически антропологически я не боюсь что не улавлив ваши аналогии но может быть потом уточните депутат а об вот мы говорим принципе и с этим разобрались но может быть так спросить о принципиальности теологического ресурса для метеори То есть понятно, что мы связываем эту группу Баха и Маклюина и понимаем, что для Маклюина это был важный момент, его фатолицизм повлиял на всю его медиа-теоретическую, медиа-философскую позицию, медиа-емангелическую спириологию, через расширение человека и так далее. А для современной медиа-философии, для медиа-теории, насколько этот ресурс будет важен, актуален, потому что, например, на тот же кипре, когда маклический медиа вспоминает Фрейг и говорит, что человек это бог про протезы, он говорит, что Маклюин сконцентрировался на фигуре человека, свое внимание, а нам стоит прийти, например, к исследованию этих протезов, то есть различных медиа, их истории, их описания, дискрипции, влияние на наши чувственные восприятия. Насколько необходим ресурс теологический для современности? Да, хороший вопрос, спасибо. Но смотря для какой части медиа-теории, потому что я определил Маклюинскую как классическую, и там нам необходимо, конечно, чтобы отдавать себе отчет в самом проекте Маклюин, в его скрытых психологических каких-то еще обусловленностях. Однако же есть не классические теории, я бы туда отнес Китлера, я бы туда отнес Режи Дебре, который, собственно, отмежовывается от Маклюина, называется теория медиологии. Но любопытно, что вот в этом проекте обратного перевода в теологию, который можно рассматривать как игровое, можно рассматривать как некое, собственно, завершение, некое, так говоря, хайнерским языком, осуществление судьбы вот этого всего западнохристианского проекта. Медиа-теория – это, безусловно, христология, теория мета-медиа – это пневматология, а вот Китлер и Режи Дебре, которые говорят, что будем изучать не медиа, а он использует термин «transmission», передача, перенос, физический перенос в том числе, не обязательно, это информация или коммуникация, это перенос глиняных табличек, там, древними и вредними, там, при распространении юдаизма и все что угодно. Вот это все отлично вписывается в то, что было тоже Мишелем Сэром проделано в середине 90-х, у Сэра была замечательная книжка под названием «Ангелы-легенда», где Сэр использует западную ангелологию для анализа всей сферы передачи, и это уже не классическая медиа-теория, то есть даже на уровне, как бы, анализа, там, протезов, да, это, собственно, в общем, функция ангела всегда в том и заключалась, то есть Сэр отлично рекомендует, если вам интересен Китлер, рекомендую вам эту книжку Мишеля Сэра, она есть на английском языке. Действительно, мы можем при наложении, этот перевод был уже сделан, при переводе ангелологии в сферу коммуникации, в общем, такой хардвер коммуникации, да, там, от проводов и самолетов до чего угодно, видим, что, собственно, как бы, эта структура, она ничем не отличается от средневековой. Это проделал Мишель Сэр. То есть, да, для классической медиа-теории, пожалуй, что там все более-менее понятно, а так заполнить лакуни. Но если мы вслед за, там, всякими модными, там, и, там, за всякими издательскими политиками движемся в сторону Software Studies, исследования мета-медиа, там, ну, что непонятно уже без теологического ресурса. Потому что обратите внимание, вот, не знаю, в какой степени человек задавался вопрос про программирование, когда я погружен в эту область, но вы сами прекрасно знаете, как только вы начинаете обучать компьютеры, это сфера, как бы, просто разделенного священного, там, холиварм, там, там, шаманизм, там, и так далее. То есть, сама даже, сам языковой узус обсуждения компьютеров, это узус теологический по преимуществу. Интересно, что на это никто толком не обращал внимания. Мы заходим на любой форум, обсуждаем разницу между тем, что называем медиа, это не медиа, конечно, совсем. Когда это звонит, это медиа, но поскольку у меня тут четыре ядра в процессе, это не совсем не медиа. Если мы говорим вот о таких вещах, о гаджетах, то, как бы, вот, у кого-то, там, айфон дышит, там, у меня, самсунг, это сразу уже вызывает, там, какую-то, вызывает абсолютно религиозные реакции, да, я уж не говорю, там, про обсуждение операционных систем, языкового программирования, тех же и так далее. То есть, реакция на все это дело, она гораздо более религиозирована, что ли, чем в поле медиа. И тут нам никуда не деться. Ну, мы можем, как бы, здравствуйте, существует, ну, да, там, есть какие-то эффекты, там, какие-то холивары, там, устраивают поклонники, там, двух компьютерных игр, операционных систем, но, мне кажется, тут, как раз-таки, это еще важный симптом, который нас может сдвинуть куда-то, вот, в эту область. Спасибо вам за ответку. Спасибо вам, Александр. Спасибо большое, Михаил. Я еще раз хочу поблагодарить вас за чрезвычайно интересный, увлекательный, восхищенный смысл, который действительно заставляет посмотреть иначе, вот, о чем мы здесь занимаемся, и начать поспать на медиа и философии, попытаться какие-то уже рабочие модели, концепты, прогнозировать с вашей точки зрения. И, о чем, собственно, я хотел сказать, если мы посмотрим на развитие различных теорий в 20 веке, то на каждом этапе мы столкнемся с теми проблемами, которые, в конечном счете, устраиваются в единый симптом. То есть мы видим различные теории материальности, технологический деперминизм, симбиотика, кибернетика, в какой-то степени актов на сетевая теория, антифиминология, спекулятивный реализм. Все они, по-моему, говорят одно-одном, о том, что случилось что-то не только изобретение, но и с мысль. Мысль больше не находит, как это было в классических работах, например, у Гегеля или Патона, если обращаться к более ранним моделям. Мысль более не находит основания в самой сети, она находит основания в чем-то ином, в каком-то срезе материального. И в этой материи она пытается осуществиться, пытается закрепиться, как будто она достигла какого-то критического уровня бессилии и необходима определенная поддержка. Соответственно, Радикану эту позицию выражает тот же самый Фридрэнститер, который, по-моему, у него и статья была, не только докладка, это называлось «Эсгип Кайман Софтвер», то есть не существует никакого софтвера. И, соответственно, вы работаете на еще более сложном уровне, потому что здесь, понятно, состоит задача определения материальности, что это такое, понятно, что мы уже не можем материальности воспринимать на уровне производительных отношений, производительных сил. Если что-то меняется в этой конфигурации, вы работаете на еще более высоком уровне абстракции, на еще более конкретном уровне, на уровне отсутствия разделения на материальное, идеальное, символическое, воображаемое, то есть на том уровне, где только еще обнаруживается возможность этого разделения. Ну и, соответственно, мы приходим, как ни странно, к классическому проблеме, к проблеме определения, ограничения понятия, проблеме того, как возможен собственный перевод, потому что, если мы рассматриваем позицию Людвига Филипаха, которую вы представили, то в конечном счете получается, что существует условная какая-то полмота, то есть мы, если говорить на языке гностиков, существует полмота, даже если он присутствует мирового, потом что-то происходит, отделяется 365 эонов, и этот божественный импульс, проходящий из них, искажается на каждом этапе по-своему, на каждом этапе существуют свои законы. Но когда мы рассматриваем изначально эту полноту, которая и делает возможным перевод, эту плерому, мы, собственно, не понимаем, как возможен перевод. То есть у нас вопрос упирается в тавтологию. Ну, как мне кажется, опять же, потому что я не могу сказать, что я квалифицирован на вопросах относительно сетевой теории. То есть мне казалось, что мы просто останавливаемся, когда вылетает на этой тавтологии. Перевод возможен, потому что он возможен. В различных теориях материальности все понятно. Они пытаются задавать какие-то инстанции медиальной регуляции, какие-то, возможно, технические медиаторы, которые просты, понятны, исключительно из-за того, что они признаны материальными. Ну, это, опять же, сложный вопрос. А здесь как-то очень сложно зацепиться. То есть, если рассматривать классические примеры, это то же самое бытие, которое состоит в начале нового блоги, которое равняется честно на ничто, потом возникает импульс становления, но пока этого импульса нет, ничего не понятно. Бытие нам говорит ровно то же, что говорит ничто, то есть ничего не говорит. Не происходит то же самое с моментом вот этой исходной полноты божественного присутствия, которая делает возможный перевод. Возникает впечатление, что просто там ничего не понятно. Как возможен перевод? Ну, я извиняюсь. Нет, спасибо, это очень интересный вопрос. Другое дело, что я не понял, как вы сейчас примыслили гностическую полировку. Собственно, нет никакой полноты божественного присутствия, ну, по крайней мере, в моей модели. Моя модель, как бы, она вот, там, имеет основу метриодологию, скорее всего. Чего не хватает духу? Ну, собственно, связывание первого и второго. То есть я как раз вижу здесь очень такую техническую, очень приложенную модель. Вся патристика была очень техничной. В отличие от гностицизма, который пытался увести, как бы, в сторону, там, более философичную. Как раз, то есть если вы говорите о переводе то же самое, что бытие пустое, тогда нет. Перевод как раз таки, поскольку проанализированный Фейербахом, лица Троицы, да, это же не сущности, да, это некие отношения, чистое отношения. Второе и третье лицо не зависят, то есть зависит от первого, первое не зависит от первых двух, и третье, второе, третье, и третье связывает первое и второе. Это, собственно, позиции и там, и восточной, и западной церкви. Эта модель даёт, мне кажется, интересную зацелку, то есть как прикладной метод, но это поиск, методология поиска любых отношений, понятых как в том же ранге, что и бытие. Я про это не сказал, да, но вот мое прочтение Фейербаха связано, конечно же, с определенными антисубсантивистскими, антисоциальными философиями, с реализмом отношений Башляра, с философией релационизма, там, у Симондона и последующих французов, бытие субсоциально только у Аристотеля и у Фомы. Отношения — это совершенно такая же реальность, как бытие, там много, там можно исследовать, ну, там, всё что угодно, но при этом, в отличие от бытия, оно не изначально пустое, потому что там, как говорит Симондон, отношения — это всегда отношения, отношения. Это, в принципе, потенциально бесконечное в своем положении симметологии. Ну, кроме мака, пока скучно не станет. Я приняла позицию, что здесь, опять же, неизбежно непонимание, то есть, я не говорю, что мы работаем на уровне, условно материальном, на уровне эмпирического и эмпирического материализма, который задаёт какие-то более-менее прозрачные творожные стратеги, там всё понятно, там тоже возникает кучу вопросов. Вот, к примеру, когда Рикита критикует Мишеля Хуко, говорят о том, что… Кто, извините, критикует? Рикита критикует Мишеля Хуко за то, что у того есть теория эмпистемп, но нет материального обоснования эмпистемп. Он никогда не говорит, кто является последним адресатом всех этих сообщений, как работает оператор на уровне эмпистемп. То есть, с одной стороны, понятно, что эту материальную базу, которую он пытается туда подвести, мало что объясняет, когда он говорит о тайпрайтере, когда он говорит о телеграфе, когда он говорит о полформах архива, он пытается каким-то образом заземлить мысль другого и дать ей материальные основания. Я не говорю, что это делает что-то более понятное, но, по крайней мере, у нас есть уже какие-то конструктивные модели. Мне кажется, что когда мы работаем с чистыми отношениями, у нас как раз не возникает уровня какого-то первичного концептуального складывания этих отношений. Мы снова возвращаемся. Если вы ищите материальную, то там вы, конечно, не найдете, потому что отношения трансматериальные, так же, как они трансидеальные. Я об этом и говорю. Я и говорю о том, что здесь как раз и существует сложность. С одной стороны, сложность материи, с другой стороны, когда мы работаем с чистыми отношениями, здесь все еще более сложно. Как у Платона, когда все идеологические споры в конечном счете сводятся к миру. То есть, в начале идет долгое-долгое рассуждение, а потом, чтобы все это как-то обосновать, понятно, что нужно перепрыгнуть всю эту логику рассуждения и прийти непосредственно к какому-то самому прозрачному примеру из слоя мифической реальности. Когда мы возвращаемся к акту воплощения Бога, который первым в таком переводе, мы понимаем, что там тоже существует момент чуда, что это абсурд, такой вопрос без почвенности. Здесь возникает просто проблема для философов в том плане, что мы все время только и делаем, что и верим в отношения. Мы все время нам необходимо подкрепить эту игру какими-то рабочими гипотезами и стратегиями, чтобы понять, как возможна, собственно, первичная установка для их отношений, что их скрепляет вместе, что делает возможным дальнейшим. Кстати, да, я понял, спасибо. Но это хороший вопрос, потому что, знаете, я… Вы умеете программировать? Знаете, я, конечно же, базовый рабочий, собственно, материальный, как вы бы сказали, модель, рассматривал, конечно, коды, но коды совершенно нематериальные, вот в чем штука. И я думаю, что… Ну, прямо на ваш ответить вопрос я не могу, потому что вы хотите какой-то своей зацепки, какой-то своей, своего модуса схватки. Но я думаю, что он будет вам дан в любом случае, если вы посмотрите, как вообще устроен код, что там происходит. Он нематериален, но там есть совершенно конкретную структуру, с которой программисты имеют дело. Да, они, более того, эти структуры, там, софтверк, как известно, не визуализируют в принципе. Это, как бы, то, к чему Computer Science пришла еще в 70-е годы. Да, программу, код программы, его можно представить в виде интерфейса, как-то, там, вынести на периферию, там, какие-то контролирующие, там, клавиатуру и так далее. Но сам код невозможно визуализировать в принципе. Это серьезная проблема. Ни сих пор не создано ни одно визуальное языкопрограммирование. Та визуальность, которая была бы минимальной зацепкой за материальность, для вас, например. Но там этого нет. Именно поэтому интересен анализ кода с точки зрения теологии. Потому что теология всегда имела дело с невидимым. Код – это по преимуществу умение делать с чем-то незримым. То есть мы там можем на отдельных каких-то уровнях выделить там общую схему, там, не знаю, взаимодействие объектов, например, так называемых. Какую-то конфигурацию, там, или алгоритм выстроить. Но если мы возьмем все слои кода, это никак, это нигде, это только в голове. Это чисто когнитет, это как троица абсолютно. То есть один равно три – непонятно, да. Как у нас код функционирует, совершенно так же загадочно. Я думаю, что вот это знание дало бы вам понимание того, как там материальности, ну, я называю это трансматериальности, но выше крыши. Спасибо большое. Можно еще один момент еще? В томологии у нас есть, а топология потерялась. Топология? Да, иногда получается, что у нас вот эта перевозимость летает везде, но она же происходит в том же самом месте. Конечно. То есть это, как же, переформатировать? Конечно. Вот в книге… И вот это, может быть, тот вопрос, за который Костя пытался связать? Я не знаю, у вас устроит ли у вас мой ответ. В книге как раз-таки сэра Бруангелов, там главного героя зовут Пантоп. В какой-то момент, когда он пересказывает своей подруге, это типа такой роман, значит, свою концепцию ангелов, переначащих сообщения и так далее, а та говорит, да это же утопия. А тот говорит, да посмотрите, тебя же зовут Пантоп. Пантоп, Пантопия, да, это на самом-то деле социальная модель, вот которая возникает. Понятно, что у меня можно тут как бы… Ну, вы знаете, да, эти мои интересы связаны там с Кодом и так далее, это всё там со стороны кажется очень нетопично, но на самом деле это пантопично, потому что, как говорит герой Саровской книжки, как бы ангелы где хотят, там летают. Дух веет где хочет, это очень важно, да, то есть медиа-теория про это совершенно забыла. Дух там, у него скоплен в каких-то технических объектах, да, он всегда между ними гораздо богаче, чем… Топуса нету, потому что он везде, да, это так. Что? Переводимость веет где хочет. Переводимость веет где хочет. Ну да, но переводимость – это технический термин, как бы… Нет, веет – всё-таки какое-то лицо, переводимость – это понятие, наверное, не важно. у вас это есть исторические горизонты, ограничения, сын каким-то образом существует, который в той же самой антологии, ну или в той же самой, извините, машине. Так, и, ну не знаю, это надо как-то анализировать, если, я думаю, что в принципе этот аппарат может дать ответ и на этот. Отец исторический горизонт, сын топология, а доктор дать тебе обновление. Не, ну какой исторический, все, история закончилась с Гегелем, уже тоже все понятно, я вот не понимаю, когда идеология бытии или истории восстанавливать, нет уже всего этого, нет, мы живем уже в будущем, уже исходя из этого должны строить как бы и топос, и исторический горизонт, и так далее. Это латинизм. Что это? Латинизм, но можно. Нет, это новая скаластика скорее, которая является концом для рождения уже настоящих классов. Возможно, возможно, я за будущий ренессанс, да, если что. Все это всегда полный вопрос инструктивы, вот здесь такое, у меня нет лосс, кладу с Эксом, вы когда-то не могли рассматривать код, как некий новый материал. Что раз, код, как новый материал? Вот, как некий, ну, один из уровней материалов. Ну, знаете, так Эдрин Хейлс еще писала, знаете, такую авторшек книжек «My mother goes to computer», такая бабушка Software Studies, но я не понимаю, как они, как они код натянут на материальность, правда. Там, там, нечего-то, как бы, то есть, материя, она уже ничего не значит, что это абсолютно, да, ладно, материальность, как сконструированность полотенцем, мы еще можем вынести как-то, но в коде там вообще ничего нету, то есть, если вы посмотрите метафоры дискуссии, которые разворачиваются у программистов о том, что такое код, есть такая проблема, метафора программируемой, то есть, есть там классические метафоры строительства, метафора, там, выращивание, ухаживание за садом есть, тоже классическое, выращивание уст, стриц. Еще есть метафора сна, например, вот такая, получил распространенность, потому что вот, органист говорит, типа, дайте нам, пожалуйста, рабочий день без всяких встреч или нерабочего дня, там, без перерывов на чай-кофе, потому что, когда вы прерываете наш процесс думания, это такое же ощущение, как если бы нас разбудили, у нас просто сравнить больше с ними, если разбудили, то он не может помнить о чем. То есть, ну, в данном случае, эта метафора, она чуть-чуть больше, чем метафора, потому что она вливается в требования, дайте нам, как бы, избавьте нас от встреч с недели дня, мы спим, дайте нам спать. Спасибо. Может быть, кто-то, да, задавал еще вопросы? Обычно такой, спасибо за вопрос, обычно такой вопрос дают про человека, может, можно как-то человека там спасти и так далее. Это я прошлым летом общался с одним из основателей теории социально конструируемой технологии, такой Тревор Пинч, и он возмущал своим коллегой Латуром, что вот, рано человека хоронить, еще за гуманизм, еще за гуманизм, еще за гуманизм можно как-то еще побить, а вы за социальное. Ну, а зачем, собственно? Латур говорит, что мы имеем дело только с ассоциациями и диссоциациями, да, всегда есть некие только процессы, зачем нам социально в виде какого-то субстрата или субстанции хранить? Не очень понятно. Ну, кроме того, вот эта теория, которую я проповедую, технотеологическая, она полагает, что социальная, в принципе, как категория, мы не нужна, мы имеем дело, мы должны скорее говорить о трансиндивидуальном, такой мой любимый термин Жембера Симондона, мы, причем не трансиндивидуальном даже, а о процессе трансиндивидуации, то есть социальная, это то, что скорее нечто объединяющее индивиды, в котором через что-то, да, там, через, за счет права, за счет, там, суверена, там, чего угодно, это опять же ретерриторизация процесса перевода одного индивида к другому. Вот Симондон предложил термин «трансиндивидуация», да, мы можем находить непосредственные отношения, но они должны были стать техническими. Это вот этапическая идея Симондона о том, что, в общем, социология, она не доходит до анализа, глубинного анализа общества, потому что на самом-то деле есть некие отношения, которые мы всегда пропускаем, это технические отношения. Ну, например, если вы играете на музыкальных инструментах, да, вас же не музыка объединяет, а вообще-то знание технического инструмента, менее технического наука в том числе. Если вы работаете на заводе, вас объединяет не, там, не ваше начальство, да, которое, как обычно, социология, она же занимается, там, социологией предприятия. А вот конкретное мелкое знание, вот такое, даже не микро-социологическое, а нано-социологическое знание, вот, типа, там, Семенович, дай мне, там, ключ, дай мне это, там, ключи. Вот, собственно, и все. Собственно, никакого общества не нужно. Нужна только трансиндивидуация, объединение людей через какие-то технические материи. Сказал бы так. Социально, ладно. Хотите сказать, что это больше нас освобождает, а что вы рассказываете? Ну, конечно, в политическом смысле, безусловно. Социального нет, бытия нет. А что же Бога нет? Что, что у вас есть? Кроме вот, 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 вот. Дух. Он остался. Дух как-то есть. Что-нибудь осталось. Слушайте, ну, я же, не в моей компетенции отвечать на вопросы, что осталось. Я говорю, что дух есть точно, нам надо его, как бы, реабилитировать. Насчет Бога, ну, может, когда-нибудь воскресень, там, ну, спекулятивные реалисты, типа Мейсу, там, написавший книжку про виртуальное несуществование Бога, виртуальное несуществование Бога. Говорит о том, что, в общем, мы можем предположить, что Бог однажды тоже опять засуществует. Остаётся масса всего. Я думаю, что то, в чём вы живёте, там нет ни Бога, ни бытия, и вы прекрасны. Нет, но я живу в другом мире, мы с вами в разных разуме. Если вы пользуетесь тканью, то я думаю, в том же... В моём мире и бытие, и сегодня всё. Нет, я думаю, что это аналогичная иллюзия. Я думаю даже о вас, что вы пользуетесь. А вот даже прелесть. Хорошо, давайте не будем... Нет, ну тут есть довольно чёткие критерии того, что иллюзорное, что нет. Это, собственно, вопрос о технике. Если вы... Алла спрашивает про реальность. Если вы способны свою техническую реальность представлять во всей её собранности, то это, собственно, перевод... То, что Маркс призывал только на другом уровне. Марксов анализ производства. Он очень важен в этом смысле. Потому что он говорит, посмотрите, как всё работает. Только дальше он сразу перескакивает на экономику и, собственно, там всё теряется. А я говорю, нет, давайте вернёмся и посмотрим, как устроена сфера вещей, непосредственных наших соприкосновений. То, собственно, о чём всё время призвонит Латур. Но, опять же, ему как бы очень сложно, потому что он хочет быть антрополом, мысологом, очень ходим быть философом, но не получается. Потому что понимаешь, что его... Актор сетевая теория, как он сам говорит, сказал, не что иное, как актор аризоматическое. Он довольно вторичен по отношению к Дерио. Он может только вечно представлять социальные, технические объекты и так далее. То есть... Вот как бы сегодняшний критерий такой философский. Если кто-то хочет избавиться от иллюзий, то надо вещи изучать, разумеется. Ну и вещи... Передо мной эта штука ползёт, всё... Я абсолютно не возмущён. Вот кто из вас знает, как устроена эта ползущая строка? Ну, только, наверное, мы. И это ужасно, по-моему. То есть это как бы... Ну, это такой приговор всей культуре, потому что мы не знаем, как устроена главная в нашей культуре. Это компьютеры. А кто мешает вам узнать? Ну, я-то знаю. Ну, так, более-менее. Есть еще один маленький вопрос. Нас уже выгоняет. Да, уже выгоняет. Это такой же доклада формой хроники современности. Это вот индуиция такая. Ну, старико... Поясните, пожалуйста, что это хроник... Ну, вы же знаете, что такое... Хроническая... Хроническая, да. Хроническая, да. Фитература. Ну, но и есть дело, да? Есть. Ну, мне кажется, что очень рано. Собирайтесь расстаться с планетами истории, потому что я, например, согласен, что с смелым шагом, ходом, гибелью, и через эту историю, это тоже называемое упражнение, у меня есть твоя история, личная история, есть история. Понятно, что я могу воображать. Если у меня есть новое упражнение, то, что может быть... То есть у меня здесь будет некая форма твоего упражнения. Это... Ну, мы видим право, да? Сделать этот вопрос. Поэтому вот... Вот... Является это еще раз повторяем в ходе этой стременности. Ну, не спрашиваете ли вы меня... Существует стременность. Что это стременность? Спасибо за вопрос. Ну, слушайте, желание стремления понять современность двигало... Желания были движимы абсолютно всех философов, да? Философия – это эпоха, схваченная в мысли. Естественно, то, что я делаю, я смотрю по сторонам и анализирую это. Ну, это не хроники. Это, ну, действительно, схватывание некой исторической эпохи. Другое дело, что смерть или конец истории – тут не нужно понимать, как то, что... Какие-то, там, не может быть личные истории. Нужно понимать, как то, что сама история была в какой-то момент изобретена, она была изобретена в христианстве, потому что история – это все-таки то, что имеет какое-то начало. Если это история циклическая, то это мифология, да? Мы это так называем. И, собственно, Гегель, проанализировав вот это вот христианское понимание истории, приходит к тому, что, ну, тут этот странный гегельевский жест, который обычно истолковывает как автологичный и смехотворный, что значит «вот на Гегеле все на мне и заканчивается». Но, на самом деле, на нем все и закончилось просто в силу, как бы, перформативности этого жеста. Он сам это продумал, все это закончилось. Что-то другое началось. Тут я даже не на стороне Фукуями какого-нибудь там с его концом истории, а обращаю просто вот эти вот указания на конец истории ваше внимание на то, что наше представление о будущем, которое при нормальном развертывании истории состоит на одном месте. Сегодня очень расплывчато. мы не знаем, что такое будущее. То есть мы как бы оборачиваемся еще лет 20, там, начало 90-х, и кто-то как бы сказал, что если бы мне в начале 90-х сказали, что я могу послушать любую музыку, не выходя из дома, я бы подумал, что наступил коммунизм. Так вот, коммунизм наступил, как бы, да, а мы до сих пор вот все ждем какого-то будущего. И мое это предложение, ну, отчасти совпадающее со всей вот этой концепцией технотеологической, которую как бы предлагает возврат некий, ну, и при этом некое, как бы, замыкание всей этой эпохи, потому что, собственно, эпохи-то больше нет. Мы буксуем, но не в настоящем, а в будущем. Это также предполагает не столько вопроса о том, что такое сама по себе, там, история или что такое будущее, а как бы прилаживание самих себе к будущему, которое уже наступило. То есть оно уже есть, да, история закончилась в этом смысле, да, и ничто не обеспечивает ни одна дисциплина футурологии или наука о прошедшем, совершенно понятно уже, там, видели будущее, там, 50-е годы, да. Значит, нужны какие-то более серьезные, в том числе философские механизмы, чтобы показать, что вот, будущее есть, да, в будущем, как бы, нету истории в этом смысле, да. У нее есть какое-то развертывание, мы пока еще не имеем аппарата для этого. То есть, единственное, единственное, что приходит тут на ум, это, конечно, эскатологии. Ну, вот посмотрим, да. То есть. Интересно, там, конечно, своя логика. Там есть своя логика, да. И дело в том, что, ну, для меня пока имели теологию, да, ну, пусть я же в форме диспункции, в форме деконструкции, форме монтри-теологии, является формой вопрошения, то есть, ну, вот, власть невозможна, тогда не можем избавиться. И, конечно, эта форма вопрошения, она, ну, сделает, она, может, не изменяться, но, она, уже, не имеет, да, вот, формулу, это обреченное извращение, как бы, как бы, как бы, вы вспоминали. Мне кажется, что, техно-теология является такой, тоже типовой речи, скорее, эффектом языка. Я думаю, что это не то, ни другое, это некий конструктивный принцип. Давайте делать вещи, давайте создавать свой мир, вот, обращая внимание на, как бы, гомологичных, этих двух реальностей. В принципе, я бы сказал, что техно-теология, это некая философия изобретения. вот так вот, вот, как можно что-то новое изобрести? Ну, вот, в этой области еще не изобретено. В смысле, может быть, приложено, как в политической сфере, так в социальной, так и в сфере вещей. Это такая, довольно конструктивная вот знаете, она так в том-то все и дело никогда не говорила. Это уже впоследствии, когда появилась новоевропейская наука, да, там возник этот вопрос о различии, отличии, открытия и изобретения. В том-то все и дело, что теология всегда снимала этот вопрос, то есть он как бы был несущественный. Поэтому, когда, во-первых, Спиноз говорит, что пророки, они просто все выдумали, это продукт воображения, нету никаких там пророчек. То есть все знаки, которые представляются пророком, это просто фантазия, да. Для меня это звучит очень, очень странно, потому что, там, вот есть такой курс лекций Жилиберна Симадонна, называется «Воображение и изобретение». Симадонна показывает, что на когнитивном уровне воображение представляет собой некий четверичный цикл, который может закончиться, а может не закончиться реальным каким-то изобретением. То есть, на самом-то деле, если этот вопрос задать какого-нибудь, вы изобретаете или открываете, вот именно в этой формулировке, в том числе, вопрос не замечал, мы не знаем, что будет. Но если бы задать какого-нибудь схоласта, или потряс, колкачный изобретаю, во славу Божию. Вопрос нет. В обожаемой конструкции, потому что, ну, к какому доступу, да, к схоласту, то есть, к тому, к тому, к тому, к тому, к тому, к тому, как он работает со смыслом, как этот смысл возникает, его ударов, его обращение, его сознание. И я, 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 я также не придерживаюсь теории, именно суспенциальности. Я, также, правда, считаю, что это не является эффектом языка, но, одновременно, вот этот эффект является, вот таким, самым человеком, что есть, облещенный. Спасибо. 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 Спасибо за вопросы.